Всем привет, ребята! Ксюшу комары покусали. Ай, холодно тебе. Представляете, Ксюшу комары покусали. Кошмар. Сколько укусов у тебя? Раз, два, по-моему, штук десять. Она грустная. Она пришла со школы и вся чешусь. У меня всё болит. Наверное, оставили окно открытым, да? Ксюш, окно открытое было. Кстати, у нас, ребята, у нас погодка. Смотрите, у нас снег же выпал. Это же вообще. Буна плюс двадцать шесть, двадцать пять. И тут на тебе, вон, снег. Вот так. Такая вот переменчивая погода бывает, оказывается. Такое, конечно, у нас первый раз. В прошлом году у нас такого не было. У нас как потеплело в прошлом году и всё. Но сейчас, я не знаю. Я уже все зимние вещи убрала. Всю зимнюю обувь я тоже убрала. Достала всё летнее. И снег пошёл. Снежки играли в школе? Нет. Кремом помашь? Привет. Привет. Как дела? Нормально. Нормально? Утром было минус два, да. Но сейчас хоть солнышко вышло. Утром было прям холодно. Бонтик, привет. Все соскучились по вам уже. Все спрашивают, где вы. А у нас были выходные. Мы ходили по гостям на день рождения. И к нам гости тоже приходили. Да, и к нам гости приходили. И мы ездили с папой. У нас была годовщина. Мы уезжали. В общем, да. Поэтому мы вчера только вернулись домой. Мы уехали в воскресенье, в понедельник вернулись. Поэтому, ребят, мы ничего не снимали. У нас было четыре дня выходных. Дай, Бонюськин. Теперь четыре дня. У нас, в принципе, ничего новенького. Четыре дня в школу. Никаких новостей особо. А потом четырнадцать дней. Уже три дня. Уже три дня в школу. И... Две недели каникулы. Да, Бонюськин. Боня у нас очень сильно стала линять. Маргарита, ее надо чесать. Нормально. Везде, везде на полу, по углам. Везде ее шерсть. Безетельник. Ты ее можешь бесконечно расчесывать ей. Нет, надо чесать. Вот именно, когда ты ее чешешь, эта шерсть уже, которую ты вычесала, она уже не будет падать на пол. А где расческа? Не знаю. Там, по-моему, где-то в ванной комнате. Мне нравится, я всегда ее лапки так двигать. Подушечки, подушечки. Подушечки мягкие. Так, готовы? Мы пообедали быстренько. Идем в школу. Пока что нет. Нет, еще рано? А, точно еще рано. Так, что ругаемся, что ругаемся? Макс, ты же Каролине купил. Мои цветочки уже вянули. Уже почти завяли. У нас тут ниндзя. Да я тебе сейчас отдам. Давай, раз, два, три. Подстрелила. Ты красишься, что ли? Я не знаю, что это. А Макс сажал вот такую вот травку в садике. Посмотрите, какой зайка. Это на Пасху они делали. Прощаешься с Боней? Да. У тебя до четырех? Да. Тюбик. Мотылюк у нас тут поселился. Маргарита шьет для Бонни подушку, где она может спать. И она сегодня принесет, да? Сегодня принесешь? Наверное. Надеюсь, я закончу. У тебя еще больше веснушек стало. У тебя вообще нет на веснушке, у тебя родинки. Сегодня опять снег падет ночью. Мам, я не хочу снега. А послезавтра уже вроде как погода опять наладится и будет в пятницу. А потом снова дождь. В пятницу плюс шестнадцать. Не, уже не должно, мы уже апрель. Да, посмотри. Уже апрель месяц, куда там. Мне жалко вот эти деревья с цветами магнолии, которые позамерзают и все, и цветочки все падут. Потому что они еще не до конца раскрылись. Вот куда я ездила, фотографии видели в инстаграме я выкладывала. Кто не видел, то подписывайтесь на инстаграм. Ссылки на инстаграм в описании. Так что подписывайтесь. There are every time in the... In the... Ты на каком языке? И подходит вот эта сумочка, она прям такая зелененькая, с долгой. Money, money, money. Money, money, money. Intense money. Все, пока, пока, пока. Иди, мур. Хочу сейчас ответить на самый популярный вопрос на данное время. Когда же мы все-таки переезжаем? Мы точной даты не знаем. У нас нет точной даты, потому что мы сейчас в данный момент ищем дом. Мы не можем переехать, просто так куда-то уехать, не зная, где нам жить. Поэтому мы сейчас сначала ищем дом. Мы смотрим, либо нам, не знаю. Но, скорее всего, мы на какое-то время возьмем в аренду. А пока мы там будем жить, мы будем искать уже, что нам купить. Потому что, живя здесь в Швейцарии, живя здесь и искать дом, да, для покупки где-то там, в другой стране, мне кажется, это неправильно, это очень тяжело, это нужно ехать, смотреть, там очень много вопросов, документации, вот это все. Поэтому, скорее всего, мы возьмем что-нибудь такое недорогое в аренду временно. Когда уже мы переедем, то тогда мы будем смотреть дома на покупку. Пока что в планах у нас ближе к лету, где-то, может, конец мая, начало июня. Потихонечку мы уже собираемся, потому что переезд это такое непростое дело. Если мы возьмем дом с мебелью, то, в принципе, можно старую мебель и с собой не брать. Взять только вот то, что самое новое. Вот, поэтому, ребята, везде, везде задаете вопрос, везде пишите в комментариях насчет нашего переезда. Ну, когда, ну, когда, наверное, вы подумали, что вот мы уже на днях должны переехать. Нет, ребята, это не очень так просто. Как только мы найдем, тогда мы уже можем определиться с датой конкретной. Да, когда уже можно переехать. Вот, так что примерно вот так. Ну, примерно, примерно это конец мая, начало июня. Ко мне сегодня пришла посылка. Показывала тоже такую машинку, такой аппарат для очистки лица. Очень хороший, ей понравилось, какой у меня результат. И она тоже заказала это мыло для умывания, гель. И насадка запасная на вот этот вот аппарат. Так, это она потом приедет, я отдам. Смотри, только не открывай. А себе я заказала вот такую вот маску. Я сегодня попробую. Она вроде как хорошая, говорят. И вот этот вот набор для волос. Будем тестировать на нашем папе. Папе. Это шампунь и кондиционер. Так, ну вот этот вот шампунь и кондиционер, я хочу, чтобы девчонки попробовали, помыли голову, потому что у них очень сильно шелушится кожа головы. Прям вот такими вот кусками кожа отлетает и ничего не помогает. Попробуем, потому что, говорят, тоже вот это средство хорошее. Ну а вот это вот мы протестируем на нашем папе, потому что у него выпадают очень сильно волосы. У него здесь на макушке уже лысина появляется, поэтому будем пробовать на нем. Он должен быть цвета грязи. О, видишь? Такая вот. Сегодня попробую сделать масочку. Кстати, я уже месяц пользуюсь вторым аппаратом от морщин, который я себе покупала. Первый очищает лицо, вот этот вот аппарат, он очищает лицо, очищает поры. И второй аппарат, которым я пользовалась, я все хотела же протестировать, я сказала, что я попробую сначала, потом уже скажу, как хорошо или плохо. В общем, я уже месяц пользуюсь и могу сказать, что у меня вот здесь вот морщинки намного стали меньше. Вот эти вот морщинки, когда я улыбаюсь, когда улыбаюсь, они у меня очень сильно, их очень сильно видно. Я даже сделала фотографии до и после, да, первая фотография до использования и после. Намного меньше, конечно, их немножко видно, вот эти морщинки. Я не знаю, сейчас попробую показать через камеру вам результат, если будет видно. Теперь я хочу попробовать поработать вот с этой частью. Вот эти вот мимические морщины, они прям очень, они мне раздражают, они, когда я тоже улыбаюсь, видите, у меня куча полосок. Вот, смотрите. Ну вот, я думаю, вам хорошо видно. Здесь заметно, что это до, а это после. Видите, какие морщинки. Их почти совсем не видно. Чуть-чуть полосочки остались. Мне кажется, еще где-то 2-3 процедуры, и их совсем не будет. А вот это вот второй глаз, видите, и кожа намного стала чище. Видите, сколько у меня здесь точек было. Вот, а теперь кожа вот такая вот чистая. Здесь нет фотошопа вообще, ни грамма, ни капли, как видите, да, здесь все видно, и поры видно. Вот, морщинки видно, но совсем слабо. Вот, какие были, и какие стали. Вот этот аппарат, он очень хорошо очищает поры, сужает их. Вот этот аппарат, он убирает морщины. До этого я не знала, я не советовала, но вот это вот теперь могу сказать, что очень хороший. Поэтому я не советовала никому, ничего не говорила, пока я сама не попробую и не увижу результат. В общем, результат вы видите на фотографиях. Так что, если кому-то надо, если можете кому-то посоветовать, если кому-то нужно, если кто-то меня уже смотрит в таком возрасте, да, у кого уже появляются морщинки, поэтому с легкостью и уверенностью я могу это советовать. Если кому-то интересно, я ссылочку в описании оставлю, если вы хотите посмотреть цены, если хотите прочитать описание, вот, я ссылочку оставлю в описании. Мне очень жалко деревья, которые сейчас цветут, магнолия, помните, я показывала, я выставляла фотографии у себя в инстаграм, как они красиво цветут, какие красивые цветы, мне так жалко, что сейчас это все замерзнет, потому что ночью минус у нас. Цветет сакура, красивая очень, очень прям жалко. Что за татушка? Какашка. Где я не видна? Яйца будете красить? Да. А, девочки, вообще-то Пасха уже закончилась, мы будем яйца красить. Мы купили десяточек яиц беленьких, и у нас здесь краска есть. Только не разбить. Мама, смотри, яйца свежие, яйца свежие, видите, не всплывают они. Когда они начинают всплывать, значит, они не свежие. Если попка всплывает вот так вот, значит, можно еще, ну, как бы не первой свежести. Можно на полу. Понимаешь, они все. Нет, оставь три яйца, Ксюша. Она хочет что-то. У меня нет какао, с чего ты будешь брауни делать? С какао. У меня нет какао. Это не с этого делается, делают вот с этого. Нет, с этого тоже можно, я видела. Перелаз? Перевелась? Сучук нужно. Прямо сработает. Сейчас сработает, пельта себе переведет. У меня уже все, она испортилась. А не липкая. Маргарита научилась делать звук капельки, да, когда капелька маленькая падает. С-под крана. Ой, бэйби. Ты реально наклеила, что ли? Хаузик фон. Ты реально наклеила? А как это зашло, в школу пойдет? Ну, так и пойдет, с черепом. Да? Нет еще. Нет. В школу пойдешь так. На. Интересно, смотрите, прям такими кусочками, не снежинки, а видите, смотрите. Интересно. Ой, сейчас на камеру намочит, вон. Все, заканчивается. Видите, какие они. Они таяют, мам. Трава же там, ну что? Теперь внутрь, а потом оно... Оно это... Подожди, мам! Пусть, а? Попробуй. Пусть чего? Вкус манная каша. Фу. С орехами. Попробуй. Да. Это десерт такой. С орешком. Вход себе это будешь бросать. О, как он. Да. Положи яйцо. Положи. Вот. Положи все. Положи. И наливай на него сверху. Я смотрю, вот так. Берешь. Вот так. И поливаешь. Грифки яркие. Угу. Да? Смотри, как яркие. Угу. Лук. Прям такой малиновый, да? Хочу еще одну делать. Вот. Перемешай. Ты два цвета хочешь? Ага. Хочу. Оранжевый. Одну. Хочу. Угу. Молодец. Все? Теперь можно рисовать маркером. Кругли, швочки. Там не знаю, как обычно яйца красят. Все, покрасили, сразу кушать. Я не могу. Ну давай. Мне доедно? Одну? Нет, мне одну хватит. Почему? Это кто рисовал? Макс. 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 Знаешь, что это? Что это? Это, это бомба. Ты что, уроки делаешь? А? Тут, иные. Слышь меня. Ты никогда не ела, что ли, яйцо? Маргарита, почему? Макс. Макс. Маппель. Не. Давай попробуем. Мама, сейчас так вкусно. Макс. Ну, Саша. Макуйся. 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 Марго. Фу. Я не играю. Макуйся. Она тоже не ест. Посмотри, что она сделала. Она больше, наверное, не хочет. Сейчас папу. Ну-ка, еще раз, ну-ка. А? Ну-ка, еще раз спой еще таким голосом. Хороший голос. Ну-ка, спой. Мэй, мэй, мэй. Давай. Афиг идёт. Афиг идёт. Нет, она по-другому. Холодильник полупустой. Что у меня здесь есть? Что у нас в холодильнике? Я сейчас достану фарш. Я буду делать тефтели. Тефтельки буду делать. Что это? Большие. Такие с рисом, с фаршем и в духовке. Да? Так, сделаю тефтельки в подливе. А у тебя нету макароны? Нет. Так, у нас тут осталось немного молоко. Осталось немножко колбасы. Ну и немного там овощей. А так всё пусто. Можно завтра уже ехать за продуктами. Морковка осталась. Йогурт натуральный, масло. И всё. И я осталась. Завтра за продуктами. Рис на тефтеле я уже сварила. И теперь буду перемешивать фарш с луком. Потом соединять это всё и делать подлив. Всё, теперь мы эту красоту убираем. Открой, пожалуйста, духовку. Нет, ты не должна дотрагиваться. Вот и всё. Убираем. Закрываем и ждём. Всё, делайте свою панакоту. Так, тут уже взбивается. А куда заливать будете? В какие формочки? Тёша, почти стёрлась. Я забыла, как ты ходила. Вот завтра утром проснёшься, вообще забудешь и пойдёшь так. Что? Вставай, пойдёмте кушать. Помоги мне. Пойдёмте. Целый день вот так вот кричат. Так, всё. Мы будем садиться. Будем мы садиться уже ужинать. Отсушивается сверху. Давайте уже кушать, уже готово. Тевтельки получились. Немножко мало жидкости, прям выкипела. Жидкость вся. Видишь, чуть бульончиком здесь. Тебе одного шарика хватит? Меня. Всё, кушай. Вкусно? Вкусно? Ну, кушай. Что? 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 Девчонки и котами обменялись. Недавно только Ксюша икала, теперь Маргарита икает. Замёрзла? Да. Да, смотри. Попробуй. Ложечку возьми. Чуть-чуть ещё, где-то полчасика, наверное. Сучек. О, вот это, по-моему, замёрзло уже. Застыло. Вкусно? Так, польём сейчас немножечко сиропчиком. Ой, все будут хоть сиропом? Сейчас я налью и никто не будет. Кто будет? Нам ещё вот такого зайку подарили. Огромного просто. Смотрите, какое оно. Может, было кексики. У нас было побольше. Да? Мам, хочу кексик. Кексик, кексик. Оно ещё не замёрзло. Сейчас замёрзнет. Чуть-чуть ещё осталось. Да, будильник ставь. На 6.30, да? Да. Ксюнь, тебе тоже в 6.30? Я поставила на 6.30. Да, ты сегодня вообще не проснулась. Я, главное, поставила будильник. Я говорю, Маргарита, поставь на 6.30. Я тоже поставлю на 6.30. У меня звенит будильник в 6.30. Я встаю, а она спит. Я говорю, твой будильник. Он прозвенел, говорит, я его выключила. И уснула. Так что мы вдвоём можем проспать. Не только я, а ты ещё. Всё, пока. Всем пока. Пока! Пока, Свет. Свет тебе включить? О, синий. Давай, выключай телефон. Выключай телефон. Хочу тебе синий, синий, синий ламборгини. У неё не синий, у неё красный. Хочу тебе красный, красный, красный ламборгини. Всё, пока.